Ну что друзья, рад, очень рад всех приветствовать Обзор очередного телевизора На сей раз Sony, господа Sony телевизор, вот такой вот красавец 8 серия Sony Название сейчас вы видите у себя на экране Он был куплен взамен полностью выгоревшего, уничтоженного OLED телевизора За полтора года OLED телевизор благополучно сдох Естественно его признали дефектным И сказали, выбирайте, выбирайте, господа И выбрал я вот эту вот моделечку Это, значит, ЖК телевизор Намеренно, нарочито был куплен ЖК Потому что, как бы, в принципе у людей Им-то не надо супер черный цвет Там, да, как на плазме Или как на OLED Просто хорошее качественное изображение Чтоб никаких проблем с телеком не было Вот, чтоб показывал ярко, сочно, нормально Чтоб телеканал и все работало Ну, как бы, удобный, хороший, надежный телевизор Вот, и большой, самое главное То есть, так скажем, желание человека было Чтоб телек был еще больше Чтоб был на 55 дюймов Это на 65 Значит, вот такая модель Стоил он 110 тысяч рублей Ну, тут написано 109 990, короче Sony 65XH 8096 Вот такой вот телевизор Sony Был куплен в магазине Эльдорадо Ну, сами понимаете То есть, надо было что-то выбрать на обмен Так-то, если, допустим, может Там, на каких-то европейских сайтах Там, под заказ 9-ю серию, может, было бы купить С другой стороны, надо было что-то взять Эльдорадо За 110 тысяч был куплен вот такой вот Sony Достаточно красивый, приятный, интересный телевизор Привезли Огромнейшая коробка Я его распаковал Все прикрутил Подключил Сейчас поближе его покажу Вот, смотрим, значит, друзья Дизайн Дизайн мне нравится Во-первых, вот такой вот, как бы, металл Да, металлическим таким То есть, сам он пластиковый Толщина, вот сейчас вы видите, какая То есть, вот здесь такой тонкий Но задняя стенка пластиковая Мне очень нравится В отличие от LG, который был супер тонкий Я его, когда запаковывал в коробку Боялся, что матрицу поврежет Повредить могу, потому что тонче смартфона был При этом снизу такая толстая борода пластмасса Здесь все гармонично По разъемам тоже достаточно их Вот они все там Не знаю, видно Ну, я сейчас вам фотографию с разъемами Вставлю Специально заранее сфотографировал Неплохо Вот, логотип Sony Тоненькая рамочка Если мы его крепим к стене Там специальные такие переходные штучки В комплекте 4 Чтобы прикрепить его к стене То есть, на VESA стандарт Крепится все с этим неплохо Дизайн хороший Так, вот пультик, смотрите Красивый достаточно Пультик Вот единственное, заместо Google Play и Netflix Я бы лучше кнопку YouTube добавил Ну, лично для меня было бы важнее Иметь здесь кнопку YouTube Заместо Netflix Пульт по радиоканалу Общается с телевизором Имеется встроенный микрофон Никуда направлять пульт не надо Достаточно тонкий, легкий Мне очень понравился пульт Единственное, вот эту вот лицевую панель Я бы хотел какой-то пультов Пионер То есть, вот полностью Чтобы она металлическая была Вот сверху Вот она и сделана Как бы вроде подшлифованный Такой металл Но это пластик Металл бы И подсветку еще Кнопочек То есть, вот как у Пионера Нажимаешь кнопочку И все кнопки засветились Вот это бы добавили Вообще пушка была бы А так, в целом, пульт очень хороший Удобный В сто раз больше нравится Чем пульт от LG Вот этот Magic Mouse Там вот этот Мышкой водить Плюс такая, типа, аля Эргономичная форма Вот это классический Нормальный пульт Мое почтение Пульт мое почтение Сейчас я вам прочитаю Характеристики основные И еще то, что сама Sony Пишет у себя на сайте Про этот телевизор Значит, это IPS-матрица IPS, мы знаем, что бывают Разные типы матриц Я про них рассказывал Там про ЖК Телевизоры Про вообще в целом У меня был видеоролик Про типы телевизоров Плазменный OLED ЖК У ЖК там бывает Несколько типов матриц Но телевизоры, как правило Настроится Либо на VA-матрице Либо IPS Значит, direct LED Подсветка Здесь Подсветки Опять же Три типа Бывают Edge LED Светодиодная лента И сверху снизу Direct LED Вроде как Везде тут должны быть Светодиоды Да и есть еще Флэт Подсветка Ковровая Так называемая У самых дорогих Ну, как бы Не знаю По мне Черный цвет Везде хреновый Хотя вот Самая топовая Подсветка Я еще не видел Ее Вживую Опять же Не сравнил Потому что в магазине Там невозможно Посмотреть Сравнить Забегая вперед Черный здесь ужас Просто Ужас Там вообще Лучше даже не смотреть Лучше даже вообще Тесты никакие не делать Вот как Вальдорадо работал Там Когда там В 2011 году Устроился Вот Вообще Ни разу Лучше не стало Вот Вот как было С тех времен Вот На тех же На том же уровне Все и осталось Очень-очень Все печально Хотя вроде бы 110 тысяч В предтоповая серия То есть восьмая Дальше там девятая Идет Самый топ Ну И все Вот 2020 год Тельк Черный Просто Вообще Хрень Извиняюсь Может быть Звук будет Не очень Потому что Ей богу Забыл Петличку Из башки Вылетело Петличку забыл Вроде штативчик Взял на сей раз Ну свет Я понятно Не могу притащить Поэтому Обычно Комнатный Но мы телевизор Смотрим Они На меня Чтобы там Освещение Хорошее Было Тесты мы проведем Жесткий Подключил PlayStation 4 Подключил Все проведем Тест Значит Сама Что Sony Пишет Про этот телевизор Я вам сейчас Зачитаю Там просто Если почитать Там какие-то Супер телевизор Ну Все знаем Маркетинг Он такой Так Слово 4К Разрешение Имеется HDR Имеется Dolby Atmos Звук Имеется Звук Кстати Хорош Забегаю Вперед Значится 129 990 Цена На Сайте Sony На момент Когда я читаю Эту статью Вот Я даже могу вам показать 129 тысяч Нормалек Нормалек Итак Более широкий Точный Цветовой Диапазон Технология TrueLuminous Display В комбинации С новым Фирменным Процессором 1X Расширяет Воспроизводимый Цветовой Спектр Благодаря чему Наши телевизоры Передают Больше оттенков Чем обычные Дальше Там опять Маркетинговая Чепуха Любой Контент В любом Высоком Разрешении Наш фирменный 4K HDR Процессор X1 Суперкрутой Тут Короче говоря А благодаря Технологии Повышения Разрешения 4AX Reality Pro Любое видео Снятое в формате 2K Или Full HD Выглядит почти Так же Качественно Реалистично Как в 4K Upscale Делает до 4K Меньше Размытости Даже в Динамических Сценах Вот Это функция Motion Flow То бишь Сам Телевизор У нас 50-60 Гц Показывает Стандартный Не 120 Гц Кадров Экран Но Есть Motion Flow Который Как раз Таки Делает Нам Достаточно Плавную Картинку В играх Как бы Считается Что Добавляется Input Лаг Но Опять Я Не Замет Хотя Я Играл На Режиме Игра В общем Забегая Вперед Хорош Действительно У него Этот эффект Никаких проблем С динамикой Я не заметил Object Both HDR Ремастер Есть Такая Технология Анализирует Цвета Отдельных Объектов И корректирует Их Контрастность Этим Наши телевизоры Выгодно Отличаются От обычных Далее Тут Типа Качественный Суперзвук Какой-то Динамик X Баланс Спикер В нижней части Располагается Но Звук Тут Супергромкий Сразу Скажу Мой Ресивер С колонками Он Про Сравнение С Супертихий Ну так и вот Давайте Посмотрим Давайте Посмотрим Расскажу Так Ну начнем Наверное С функций Просто Телевизора Который Меня удивил Я его Привез Сюда Ножки Прикрутил Вот эти Все Постан Сами Видите Значит Чтобы Включить Просто Телевизор Вот HDMI Значит Телевидение Здесь В моем Случае У Манки Дома Через Медиаприставку От провайдера Так вот Когда мы Подключаем Этот телевизор И настраиваем Он нам Говорит Какое у вас Телевидение Через Приставку Через Спутниковую Тарелку У него Есть Естественно Вход Под Спутниковую Тарелку Такой С винтовой Закручивающей Под Антенну Обычную Цифровую Какую Хотите Я Сказал У меня Через Приставку Все Говорит Сейчас Говорит Телевизор Типа Мы найдем Модель Вашей Приставки Либо Укажите Название Приставки Все Вот ТЗВ Приставка Не включена Я нажимаю Включи Все Сейчас Включится ТВ Приставка И полностью Мне пульт ТВ Приставки Нафиг Не нужен Все Вот Пожалуйста Я Полностью Управляю ТВ Приставкой Пожалуйста Все Каналы И при этом В отличие от Пульта ТВ Приставки Который Обычный Инфракрасный Здесь У нас Естественно Пульт По радиоканалу Работает То есть Я могу На кухню Уйти И приставкой Управлять Вот Абсолютно Все функции Приставки Выполняет Сам Включает Сам Выключает К ТВ Функциям Вообще Никаких Претензий То есть Вот LG Предыдущий Так не умел Хотя По крайней мере Я не помню Что он Предлагал Мне так Настроить Эту ТВ Приставку То он Вообще Идеально Как бы С ней Работает То есть Вот у него Не то что Там Аж Я Май Один Нажмите Нет Нифига Вот я просто Выбираю ТВ И у меня ТВ Будет Связано С этой Приставкой Удобно Безусловно По Смарт Смарт Стал Тоже Очень Хороший С голосовым Поиском Со Всеми Вот Этими Нетфликсами Сервисами Тут Все Работает Вот вам Ютуб Отдельно Всякие Разные Приложения Интернет Браузер Там Все это Есть Вот Допустим Включаем Ютуб Банально Нажимаем Вот на Поиск Олег Керман Пожалуйста Нашел Мой канал Все Вот Смотрите Олежа Сидит Два Ресивера Отвечает На Вопросы Что Он Там Делает Как Узнать Сколько Отработал ТВ Пионер Давайте Посмотрим Ну На Скорость Не на Ролик А на Скорость Работает Собственно Ютуб На Этом Телике Рекламу Естественно Показывает Надо Добренького Добренького Покажи Нам Вот Ну Хорошо Безусловно Хорошо Обзор Сони Пивева Доброго Доброго Дня Доброго Друзья Так Вот Пожалуйста То есть Работает Вообще Прям Ну Супер Или Вот Допустим Давайте Еще Раз 4K Видео Супер Ну В принципе Банальной Функции Сейчас Это Умеет Абсолютно Любой Телевизор Просто И Как Б Я Уж Так Показываю Абсолютно Любая Медиапристав Любой Телевизор Так Работает Просто Говорю То Что Это Удобно То Есть К Функциям Вот Именно Смарт У Меня Вообще Никаких Претензий Интерфейс Удобных Хороший Можно Опять же Добавить Больше Приложений Тут Play Market Есть Все На свете Ну Вообще Все Есть Вот Далее Идем Далее Как Как Раз Мы Переходим К Тестированию Надеюсь У меня Хорошо Будет Слышно Без Петлички Но Опять же Сегодня Не Про Звук Включаю USB Накопитель Мой Жесткий Диск Здесь У нас Файлы По Поводу Фильмов 4K Не 4K Без HDR Опять же Посмотрел Этого Самого Терминатора Dark Fate Включать Не Буду Потому Что Прошлый Раз Когда я Включал На обзоре Dark Fate Мне прилетело Это самое Нарушение Авторских Плав Мне Мне пришлось Потом Вырезать Этот фрагмент С Терминатором Поэтому Я не буду Включать Я его Поверьте Я посмотрел Достаточно Несколько Сцен Вот так Прям стоял Перед экраном Носом Водил Смотрел В итоге Особо Никакой Разницы Я не увидел Что В HD Что В 4K Примерно Одинаково Показывают Примерно Одинаково Что Ближнее Что Что С HDR Единственное Шумов Поменьше У 4K Версии У Эт Самого Full HD Версии Побольше Чуть Шумов На изображении Видно Только Вот Если Перед телеком Стоять Смотри Сел Буквально Три метра От телека Два с половиной Примерно То же самое Все Короче Дальше Идем Дальше Идем К тестам Что По поводу Просто Яркого Изображения Очень Яркие Очень Хорошие Насыщенные Цвета Все Безусловно Хорошо То есть Вот Если Мы Включим Вот Этот Ролик Примерно Вот Здесь Пожалуйста Это Full HD Видео Демо Ролик 2008 Год Для Пионер Записан Специальный Демодиск Пионер Блюрей С хорошим Качеством То есть Вот допустим Если мы Смотрим Какие-то Светлые Сцены То Белый Цвет Яркость Изображения Она Очень Хорошая То есть Достойная Хорошая Яркая Все Безусловно Хорошее Опять же Цветопередача Цветопередача Меня Меня Лично Устраивает Ну Вот Посмотрите На Лицо Девушки Что Есть Есть Какие-то Огрехи В этом Изображении Есть Какая-то Неестественная Цветов Да Нет В принципе Все Естественно Опять же Можем Поставить Тут Режим Яркий Очень Удобный В сто Раз Удобнее Чем На LG Вот Переключение Управление Вот Сделано Просто Безупречно На Мой Взгляд Вот Кино Более Там Приглушенные Цвета Стали Индивидуальное Кино Яркий Яркий Супер Яркий Достаточно Если бы Мы В игрушку Играли На Приставке Там Бы Появился Еще Режим Игра Это Я Потом Вам Покажу Стандартная Яркость Стоит На 30 Можно Поставить Максимальную Хотя По-моему И на 30 За Глаза Вот Достойно Достойно Что В HD Что В 4K Видео Давайте Несколько Видосов В 4K Покажу Так Ну Вот Нью-Йорк Например Так Ну Опять же Запоминает Где Остановился Все Это Медиаплеер В принципе Встроенный Неплохой Неплохой Чуть Более Тормознутый Чем На Телевизоре LG Был Ну Посмотрите Насколько Он Яркий Я Отойду Даже Вы Гляньте Это Вы Гляньте Насколько Он Яркий Он Супер Насыщенный Цвета Супер Яркий У него Белый Цвет Достойный Достойный Как минимум Очень Неплохая Цвета Бридж То есть Вот Если Цвета Вот Такие Днем Сняты Еще И 4К Еще HDR Очень Достойно Показывает В целом Но Это Пока Не Коснется Хоть Каких То Темных Сцен Тогда Все Начинается Плохо Тогда Засветы Тогда Даже Не Серый Какой-то Синевато Ой Я Потом Вам Расскажу Про Черный Пока Насладитесь Но Неплохо Даже Вот Так Допустим Неплохо Смотри Какой Яркий Так Что Еще Включи Так Ну Вот Светопередача Смотрите Какой Блин Сочный Присочный Картинка Очень Хорошая Просто Вот Ну Великолепная Картинка Далее Идем Далее Конечно Не все Так Гладко Не все Так Гладко Друзья Понятно Что В таких Сценах Он Показывает Хорошо Тестовые Изображения Обратите Внимание На Тон Кожи Как Он Передает Тоже Естественный Хороший Тон Кожи Режим Изображения Фото Ничего Не Меняется Тон Кожи Достойный Трава Естественная Как В жизни Неплохо Так Далее Смотрим Тестовые Изображения Ну Опять Живот На Тон Кожи Обратите Внимание Как Передает И Белый Цвет Насколько Он Ну Белый Идеальный В принципе Опять же Очень четкая За счет 4К Картинка Для фильмов Этого Не нужно Но В целом Она четкая И Так Черного цвета Мы потом Коснемся Постепенно Будем Так Плавность Изображения Так 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 Тест На размытие Ну Стрелка Которую Я вам Показывал Уже Стрелка Не должна Трестись И Она Не трясется Она В принципе Плавная Может быть Не такая Плавная Как была На OLED От LG Но Артефакт Он меньше Чем OLED LG То есть Артефактов Только Вот Замеченные Вот Здесь Вот Немножко Артефакты Появляются И Вот На этой Мелкой Сетке Самой Мелкой Сетке Так В целом Нормально Так И Переходим Переходим Мы к Черному Цвету Так Ну Давайте Начнем С Простой Картинки Действительно Лит Черный Так Как он У нас Показывает В светлой Комнате На камеру Особо Нифига Не видно На глаз Естественно Видно Что тут И синева Вот эта Вот Вся Причем Не важно Днем Не днем Ну Как бы Днем Плазма Тоже Имеет Такую Особенность Что Люминофор Сам по себе Сероватый Но Тут Он Не Сероватый Днем А он Тут Синий Какой-то Синий Серый Непонятный За светами То есть Вот здесь По углам Ярче В центре Темнее Причем Не важно Вот там Сейчас Яркий свет Светит Солнце То есть Какое-то солнце Блин Люстра Люстра Яркая Светит На максимум Чтоб Меня было Видно Он Синий И это Не важно То есть Вот Просто Тупо Включаем Вот Например Вот этот Ролик Вот сейчас Вообще Просто Супер Какой-то Синевато Был Ну Здесь Понятно Нормально Так Это не тот Ролик Сейчас Подождите Просто Тут тоже Самсунг Просто Для Самсунговских Плазм Ну мы Еще Для этих Для Вот опять же Видите Что-то Начал Подтормаживать Какого-то Хрена Блин В меню Периодически Вот в меню Тормозит Он Так Вот Этот Ролик Ну Опять же Я не знаю Видно Вам Не видно То есть На глаз Визуально Он Синевато Синева То есть Он Не Черный Не Днем Никогда Ночью В темное Время Суток Там Вообще Все Плохо Так Плохо Все Очень Плохо Смотрим Смотрим Ну вот Даже Вот Здесь Не знаю Даже Вот Блин Чего Он Вот Я хочу Паузу Поставить Он Не Ставит Паузу Вот Почему-то Плеер Подглючивает Подглючивает Плеер Черт Его знает Почему Так Давайте Попробуем На камеру Запечатлеть Все Засветы Ну вот Например Вот Здесь Вот Это Конечно Сложно Будет Сделать Но Я Все Попробую Так Что Если Нам Поставить Так Вот Эх Плохо Видно На камеру Этот Весь Синий Вот Сейчас Вроде Более-менее Нормально Я Сделал Ну В общем Засветы У нас Вот Здесь Вот Здесь Везде То есть Здесь Прям Супер Бледно Бледно Даже Не серый То есть Вот Прям Как будто Вот Очень Очень Ярко Бледно В середине Чуть Конечно Потемнее Но Все Печально Вот Прям Вот Так Вот Просто Ужас Черный Просто Ужас Вот Опять Ж Здесь У нас Углы Они Прям Белесые Ладно Еще Б Он Был бы Серый Но Весь Однородный А он Ж Именно С Засветами Идет Ладно Как он Однородный Был Он Не Однородный Вот Это Вот Тоже Ну А Вот Такие Они Совсем Показывают Что Вот Ну Вот Сцены Допустим Есть Вот Такие Вот Где Там Стекло Например Вот Это HDR Сцена Это Ролик HDR Соневский Как раз Он Он Не Смотрится Вот Если Его Смотреть На Плазме Или О Лет Это Просто Супер Какой То Есть Весь Экран Темный Какой То Яркий Объекция Тут Вот Это Все По Бокам Такое Вот Но Так В целом Очень Сочно Если Включить Что Ни Яркое Например Вот Этот Ролик Сейчас Вот Отсюда Включим Там Такие Цвета Смного С башки Смотрите Ну Вот На Яркость Просто Цветопередач Светопередач Это Хороша А Вот Эта Сцена Уже Ну Такое Я бы Включил Вам Игру Престолов Не знаю Там Опять Авторские Права Но Я Так Скажу Любая Сцена В Игре Престолов Которая Темная Она Смотрится Не Очень Ну Вот Сейчас Загрузим Светлую Сцену И Вы Можете Даже Обратить На Экране Загрузки Как Выглядит Черный Цвет Опять же Вот Эти Засветы Вот Здесь Все То есть Тут Понимаете Вот Плазменный Экран Безусловно Тоже Не Прям Не Как Олед Идеальней Черный Но Как Есть Крп500 ВТ60 Допустим Подосудим Как Олед Черный Или 5090 RX5090 Можно Настроить Как Олед Черный Вот Но Допустим Не все Плазмы Покажут Настолько Идеальный Черный Бывает Он Немного Ну Предзаряд Ячейки Имеется И он Чуть Чуть Сероватый Например Да Но Это Совершенно Не то же Самое Что Вот Этот Вот Темно Синя Серый Какой-то Фиг Пойми Какой Черный На ЖК Тут Он Просто Вот Он Тут Просто Ужас Это Даже Не Близко Какая-то Бюджетная Плазма Это Даже Не Какая-то Старая Плазма Тут Просто Ужас Вот Сколько У меня Плазм Не было Включая Бюджетный Самсунг Даже Близко Такого Черного Нет Как На этом Ультрадорогущем Современном 4К HDR Телевизоре Понимаете А все Почему Потому Что ЖК Вот Смотри Но Если Вот Светлая Конечно Сын Безусловно Тут Он Очень Яркий Очень Насыщенный Цвета Приятные Игра У нас Запущена Естественно В HDR Потому Что Даже Не думайте Что Это Не HDR Это HDR Потому Что Даже Когда Запустил Игру Она Предложила У вас Элизер HDR Написали Настройте Ваш HDR Элизер Я Настроил Значит Игру Включил В HDR 4К Безусловно Очень Четкая Хорошая Вот Прям Четкая Классная Пиксель В пиксель Вообще Никакой Муки Я бы даже Сказал Перебор По четкости Потому Что Допустим Вот Не знаю На своей плазме Когда я играл Я не замечал Никаких Огрехов В изображении То здесь Я вижу Вот Что Вода Какая-то Вот Как-то Она так Вот Стелется Как в конце Не очень Реалистично Что Вот Тут Какие-то Непонятные Как будто В сетку Вода У нас Как будто В сетку И вот Когда Она От Отходит Тоже Как-то Вот 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 Это Понимаете При Таком Разрешении Сразу Ж Вот Любая Мелочь Какая-то Вот Прям Косячок Разработчики Допустили Он Тут же Ты его Увидишь Конечно А Вот Элли Элли Безусловно Красивая Великолепная Девушка Я не знаю Но волосы Вот у нее Так В крапинку Давайте Поближе Глянем Давайте Поближе Глянем На Девочку Элли Вот Давайте Глянем Вот Смотрите Волосы Какие у нее Немножечко Как бы В такую Даже Крапинку Что ли Вот Так Вот Она Выглядит Вот Такое Лицо Хорошая Безусловно Прекрасная Женщина Тут Спору Нет Тут Даже Никто Не Говорит Что Она Не Прекрасная Все Это И так Видят И Вот По Поводу Воды Но Так В целом Конечно Очень Яркий Очень Приятный Телевизор В плане Вот Яркости Насыщенности Это Безусловно Хорошо Тут Все В целом Да Играть Конечно Приятно При такой Яркости При такой Насыщенности Опять же Достойно Очень Никаких Проблем Ни с Импутлагом Ни с чем Вообще Нету Проблем Здесь В принципе Для Игр Он Ну Очень Хорош Чего уж Говорить Для Игр Этот Телевизор Действительно Хорош Если бы Был Нормальный Черный Был Вообще Хорошо Так Хоть Он И там 50 60 60 Вообще Никаких Тут Смазывания Этот Моушн Флю Или Как Эта Технология Сони Называется Блин Она Отлично Отрабатывает Никаких Артефактов Никаких Импутлага Вообще Ничего Ничего Нет Очень Хорошо Все Я Поиграл Last of Us Поиграл Resident Evil 4 Не знаю Мне нравится Как этот Телевизор Ведет Себя В Видео Играх В Видео Играх Он Ведет Себя Достойно Безусловно Достойно Тем более Если у нас Яркая Вот такая Игра Днем Освещение Звук Тоже Очень Хорош В этом Телевизоре И громкий В геологии Абсолютно Все слышно В принципе Звучит Он В сто раз Громче Чем мой Ресивер С колонками Что удивительно Но он Громче Реально Громче Может Ресивер У меня Уставший Ну просто У меня Ресивер Реально Очень тихо Работает Во многих Фильмах Здесь Фильмы Все Что угодно Можешь Смотреть Все Нормально Вот так Вот Ну и Вот опять Видите В грузовик Зашел Опять Серое Все Некрасивое Эх Вот Темные Сцены Вот Видите Как показывает То есть Именно Что Синевой То есть Вот он При ярком Как бы Ну не то Ярком При солнечном Дневном Свете Обычном Естественном Он Вот Такой Вот Светлая Темно Синя Вот Засветы Очень видны Вот эти Вот видите Тут Темнее Тут Светлее Картинка Темная Должна быть А она Вот такая И вот Хороший Пример В общем-то Темной Сцены Или Забралась Под Поезд Под Вагончик Вот Она Лежит Видите Во-первых По поводу HDR Я не вижу Никакого HDR То есть Как по мне Абсолютно Точно так же Выглядит Игра Что В HDR Что Без HDR Не знаю Никакой разницы Не вижу Надо В лоб Сравнивать Но Как видите Тут комната Вся Отражается Но Суть Вы понимать Должны То есть Вот он Темно-синий Светло-серый Цвет Черный То есть Не важно Дневной Свет Из окна Вечером Лампа Светит Или просто В темноте Вы смотрите Черный Плохой Всегда Это Аксиома ЖК Телевизоров Вот То есть Вылазим Наружу Нормально Все становится Опять же Никакого HDR Не вижу Потому что Я играл На плазме Все точно Так же Там Выглядела Идея Выглядела На мой взгляд Лучше Может 4К Если только Присматриваться Опять же Но В темноту В темноту Залазим И все И вот такая Пелена Тут у нас Вот Вот так Это все Выглядит Вот так Вот В реальной Жизни Не так сильно Отражается Комната Как на камеру То есть На камеру Прям сильно Отражение В реальности Прям сильно Так не бросается В глаза Ну как-то так Черный цвет Вы должны Понимать Какой То есть Если вас Это устраивает То Без проблем Для наглядности Еще Одна Темная Сцена Заходим Где Потемнее И вот Вот так Все выглядит Не знаю Видите Но я даже Снять не могу Так Чтоб окно Не отражалось В камере Ну Вот так Все То есть Видите Что черного Цвета Нет совсем То есть Допустим У OLED Телевизора У нас Черный Идеальный Всегда У плазменного Телевизора При Ну Выключенном Свете В комнате То есть Так он Сероватый Тоже Но Лучше Лучше Чем Здесь Даже То есть У ЖК Телека Вот черный Он плохой Всегда Как сейчас То есть Ну вообще Прям Капец Как плохо Так Друзья Показываю вам Еще Игру Last of Us Часть Вторая И это Темная Сцена То есть Вот Режим 4К HDR Это все Конечно Замечательно Но Из-за того Что у телевизора Темные цвета Полная шляпа Ну то есть Вот В темноте Как видите Не очень И даже Если Мы поставим К примеру Ну вот Сейчас Яркость Макс Поставим Мин Ну Это погоды Понимаете Не делать То есть У нас Черного цвета Все равно Не появится Достойного Поскольку Он все равно Будет серый Такой Сероватый Не знаю Как на камеру Это видно Но он такой Понимаете Вот Например Угол верхний Он серый На камеру Несколько По другому Выглядит Но опять же Это слишком Уже То есть Ну вот В среднем Вот 30 Яркость 30 Это нормально То есть Режим Игра Сейчас стоит Графика Можно поставить Кино Стандартный Яркий Ну вот Игра нормальная Достаточно Режим Как раз Для игр И вот И получается Что Ну вот Если вот здесь Окошко Прям выглядит Супер Классно И достойно Но даже Здесь Вот Вот В угол Вот здесь Вот это Синева Такая Специальная Синева Вот от этого От этой подсветки Светодиодной Ну вот Например Сценка Посмотрите Ну тут Просто ужас Просто ужас Понимаете Во-первых Засвет Здесь чуть Ярче Здесь чуть Ярче Здесь чуть Ярче То есть Вот она Вот так Подсветка Идет Вот видно Я вроде бы На сайте Я там Смотрел Direct LED По факту Как будто Вот она Вот здесь По краям По всем Может быть Еще за экраном Я не знаю Но тут Ярче Тут вот прям Угол Угол Сильный Но это Разве Черный То есть Это Не то Что Серый Это Светло 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 Серый Понимаете Ну Блин Хороший Игра Игра Достаточно Четко Выглядит Но Темный Цвет Темный Цвет Все Портит Вот Как только Появляется Что-то Более Яркое Игра Выглядит Крайне Достойно Крайне Достойно То есть Днем Допустим Когда Я покажу В этой Момент В этой Игре Днем Днем Конечно Выглядит Очень Достойно Вот Например Вот Без света Ну Что Это Такое Тут же Просто Жопа Жопа Плюс Еще Мало Того Что Темный Черный Цвет Это Какой-то Синий Серый Хрен Пойми Какой И Еще И Засветы Вот Эти По Краям То Есть Вы Прям Жуткие Вот Там Снизу Сбоку Это Ж Вообще Засветы Капец И Решил Видеовставочку Сделать Со Своим Телевизором Пионер Крп 600 Просто Для Того Чтобы Показать В Принципе Уровень Черного Таким Каким Он Должен Быть Единственная Оговорочка Видеокамера Снимает Плазменные Экраны Очень Плохо Мало Того Что Артефакт Ну Я В Принципе В Дальнейшем Там Видео Вам Это Тоже Скажу Плюс Еще И Постоянный Расфокус Очень Сложно Снимать Именно Плазму На Видеокамеру Но Тем не менее Вот Такую Вставочку Чисто Вам Для Сравнения Вставил Опять же Хотелось Бы Конечно Иметь Сразу Два Экрана Одновременно И Две Плейстейшн То Есть Одна Плейстейшн Работает В 4К HDR Другая В Обычном Режиме И Вот В лоб Сравнивать Это Было Бы Максимально Адекватное Сравнение Потому Что Вот Так Вот По Памяти Чисто По Памяти Там Ну Я Вообще Особой Разницы Не Вижу Если Б Конечно Сравнять Не По Памяти Было Наверное Разница Была Б Какая Это Я Б Более Адекватно Мог Вам Про Это Рассказать В Экран И У Нех Проблемы С Этим Появляется Эффект Радуги Какой То Такой Как Б Немножечко В Светлых Моментах Неправильное Отображение Цветов Я Не Знаю Абсолютно С Чем Это Связано Но Это Даже Не Обязательно На Моих Роликах Я На Многих Роликах Замечал Что Когда Снимают Плазменный Экран Бывает Вот Такой Эффект Когда Камера Вот Непонятно Как Артефакт Снимая Экран Плазмы По Моему Сейчас Телевизор В режиме Кино Стоит Потому что Он Обычно В режиме Кино И Сейчас Стоит В режиме Кино Ну И Вот Черный Смотрите Абсолютно Идеально Любые Темные Сцены Я Специально Фонарик Отключаю У меня Сожрали Но Ничего Страшного Как бы Вот Вы видите Реальный Уровень Черного Цвета Сейчас Будет Супер Графон Посмотри Какая Четкость Просто У него Так Звук Настроен Что Вот Абсолютно Все Звуки У него Громкие Звук Шагов Когда Он В здании Вот Какой-то Фоновый Шум Вдали Очень Какой-то Громкий Получается Вот Слишком Какой-то Вот Громкий Он Вот Если Ресивер С колонками Он Как Делает Там Какие-то Звуки Потише Какие-то Погромче Какие-то У Ресивера Есть проблема То, что Он Диалоги Длин Делает Сильно Тихими То Здесь Диалоги Там Фильм Вы Вообще Будете Безупречно Супер Слышать Но Опять Жемо Президента Его Четыре Звук Такой Что У него Все 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 Звуки Все Громкие Хотя Какие-то Хотелось Бы Чтоб Были Потише Но Четкость Просто Безупречная Понимаете Вот Единственное Не хватает Этой игре Еще Супер HD Текстур При том Что На ПК Есть Энтузиаст Который Создал Эти Супер HD Текстуры И Запустить С этими Супер HD Текстурами На 4К Ох Божечки Мой Тут Вообще Будет Просто Четко Она Реально Эта Игра Просто Мега Четко Я не знаю Видно Вам Или Нет Но Тут Каждую Мелочь Каждую Сраную Мелочь Можно Разглядеть Давайте Вот Просто Побегаем Для начала Вот Смотрите В здании Вот Текстур Квей Бо Говорю Вот Смотрите Там Дед Что-то Кряхтит Пердит Я Никогда Таких Звуков Звуков Не слышал От него Ханниган Все Окей Окей Смотри Вот Опять Вот Этот Звук Трех Кострап Почему Он Такой Громкий Здесь Все Звуки Какие-то Сильно Громкие Становятся Хотя Какие-то Должны Быть Потише Рупи 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 Расус Давай Иди Сюда Рупи Расус Красиво Не знаю Выглядит Очень Красиво Мне Кажется Рупи Расус Да Рупи Расус Рупи Расус Расус Ну Собственно Как-то Так На этом Игровые Тесты Я Пожалуй Завершу Для Игр Скажу Так Достойно Можно Поближе Посмотреть Тут Конечно Из-за Того Что На PlayStation 4 Не Самая Лучшая Версия Поэтому Тут Лесенки Видны На Пистолете На Волосах Лесенки Если В упор Смотреть Я думаю Что Если Эту Игру Запустить На PC С 4K Разрешением Со Всеми Сглажения И С Ультра Текстурами Там Вообще Просто Снос Башки Будет Итак Друзья Решил Все Так И Сделать Вставочку С Сравнение Своей Плазмы И Собственно Даже На Ютуб Что-то Включаешь Ролик Смотришь Потом Хочешь Назад На Ютубе Нажать Бац У тебя Там Секунд 5 Он Почему-то Черный Экран Показывает Назад Бывает Такого Нет Или Смотришь Кино По Подключенному Накопителю Через USB Нажимаешь Паузу Он что-то там Думает При этом Паузу Не Включает Или Звук Пропадает А Фильм Продолжает Эти Как бы Вот Эти Фишки С С Медиаплеером Встроенные Нужно Доработать Ну и Хотелось бы Конечно Вот Нормальная Цветопередач Потому что Даже Вот Сейчас При ярком Свете Сильно Видно Что Углы Светлее Сам Весь Серый То есть Суть В том Что Лично Для себя ЖК Телевизор Никогда В жизни Не куплю Потому что Меня Просто Не устраивает Черный Цвет От слова Совсем То есть Он На мой Взгляд Ну Ужас Эти Засветы Хотя бы Убрали бы Они В компании Сони То есть За сто Тысяч Можно Сделать Подсветку Чтоб Вот это Не было Светло Вот тут Темнее Вот тут Серее Можно Сделать Технологию Я не знаю Когда Уже Черт Побери Сделаю Телевизор И чтоб Хотя бы Ну я не знаю Короче Мне на это Наплевать Сделают Не сделают Лично Для меня Я сделал Тут Четкий План То есть Вот Никаких Чудес Не бывает ЖК Он и В Африке ЖК Телевизор Вот Все Что я В принципе Думал Про ЖК Телевизоры Что современное Все это Подтвердилось Вот как Они были Когда я их Продавал Что топовые Что не топовые Там И Филипсы топовые Видел И Самсунги И все На свете Вот Когда там Работал С 11 По Конец 14 Года На ТВ Отделах В разных Магазинах Ничего На мой взгляд Ничего Не поменялось В плане Черного Цвета Как минимум Поэтому Как-то Так Так что Думайте Сами Стоит ли Вам приобретать Такой Телевизор Говорю Если Не придирчивый Как я К черному Цвету И К Воспроизведению Кинофильмов То Можно Можно В принципе Достойно Аппарат Для игр Хорош Потому что Ну я лично Импут лага Не заметил То есть Я поиграл В Resident 4 Поиграл В Last of Us Вполне Вполне Все играется Достойно Хорошо Другие Приставки Я найти Тестировал Потому что У меня здесь Их нет Всякие Ретро Приставки Подключать К нему Я не вижу Большого смысла Хотя Там есть Вот эти Как Стереоджек Разъемы Но это Не стереоджек Там Специальные Проводки Нужно Подключать Кстати Их нет У проводков Этих Аналоговых В комплекте Почему-то Ну я так понимаю Уже Вот это Аналоговое Какое-то Подключение К таким Телевизорам Ну Даже Уже В компаниях Sony И других В принципе Чисто Дополнительная Функция Которую Будут Использовать 5% Наверное От всех Покупателей Если не меньше Поэтому они уже даже походу с проводами не заморачиваются При желании можно заморочиться Но Подключать там сюда Денди Сегу Можно в принципе Нес Мини Снес Мини Плейстейшн Классик По HDMI Думаю Будет на такой На такой Диагонали Это достойно смотреться Поэтому Ну и опять же 4К Для игр Там Игры реально Выглядят четче Не сказал бы Что мне это нравится Сильно Потому что Вот Ласт оф Ас Например Проходить на моем Пионерфуре Мне было приятнее Из-за того Что вот Я заходил В какую-то Темную сцену И там просто Феерически Крутая была Картинка А тут Ну и сероватая Такая Ну то есть Это как бы Говорю Я очень к этому Придирчив Большинству Думаю Покупателей Это не будет Так сильно Волновать Так что Всем спасибо Всем до скорых встреч Пишите Что вы думаете Про Такой Телевизор От компании Sony Телевизор Неплохой Очень даже Неплохой Я вам так скажу А на этом все До свидания Друзья Надеюсь Звук был Более-менее Спасибо за субтитры